Почти 300 тысяч школьников в России летом подрабатывают. Многие компании охотно берут их курьерами, промоутерами или помощниками специалистов. Но потом обманывают, не выплачивают зарплату, заставляют работать сверхурочно. Миша искал работу больше месяца, не брали из-за возраста. Потом устроился расклещиком объявлений. Я им позвонил, спросил, что все требования. Они сказали, что нужно разрешение от родителей на работу. И спросили, сколько вам лет. Я сказала, 14. Значит, сказали, что еще паспорт бери. Но я взял паспорт, разрешение на работу и поехал к ним. На днях получил первую оплату, но многие уходят ни с чем. В прошлом году трудовые инспекции выявили 2500 нарушений. При этом сами подростки жалуются редко. На мой взгляд, это объясняется тем, что ребята просто психологически, видимо, не готовы еще конфликтовать с работодателями. И предпочитают уйти от конфликта, закрыть глаза на что-то или уволиться. Чтобы не быть обманутым, лучше обратиться в службу занятости. Ее работники заключают договоры с компаниями на сезонную работу и знают, где есть надежные вакансии. Если школьник сам хочет устроиться на работу, нужно соблюдать требования. Обязательно согласие родителей и заключение трудового договора. Кроме этого, работодатели часто нарушают условия труда. Начиная от отсутствия инструктажа при приеме на работу, обязательный инструктаж по технике безопасности должен проводиться. Обязательные предварительные медицинские осмотры всех несовершеннолетних, подростков в период летних, каникул. Это отсутствие средств индивидуальной защиты. Если же проблемы все-таки возникли, специалисты советуют обращаться в инспекцию по труду или прямо в прокуратуру. НТД, Москва